привет всем вы на канале позитивный огород сниму немножко вам еще красоты такой и сегодня мы будем перебирать лук и готовить его к посадке такой вот ручок надо будет его здесь конечно перебрать подготовить обрезать макушки вот эти все и замочить в воде где-то на полдня наверное ну хотя бы минимум на часа на два нужно замочить а так вообще можно и полдня что-то стоял в теплой воде и с добавлением фитоспорина так еще покажу вам редисочку которая выросла сначала скажу которая очень плохая редиска мне попалась белый медведь называется белая редиска она вообще не завязывается что кошмарная редиска вот просто одни корни дальше у нас идет редис фиолет такой вот фиолетовый редис такой достаточно ровненький округленький неплохой но он немножко поздний такой поздно формирует эту редиску весь пример такой небольшой покажу еще маргу маргу как бы получше он тут она позже диска была посеяна поэтому здесь она еще не такая большая которую раньше все покажу вот это маргу у нас красная в этом году сухо редиска как-то не очень маргу вот такая редиска самая хорошая анжелика такие вот редиски ровненькие хорошие прям вся прям такая хорошая в этом году в отличие от других почему-то она вообще смотрите какая классная маргу и получается вот эта редиска анжелика более или менее хорошие редиски и покажу которую сел еще позже это у нас дениска редиска видите какая хорошая она лучше всех быстро формирует урожай такие прям хорошие большие редиски замечательная просто я сейчас вырву вся хорошенькая такая редиска наросла такая вот редиска всех цветов в общем фиолетовая фиолетовая вот и маргу и анжелика самые такие хорошие и дениска редиска самая наверное хорошая поэтому такой витаминный салатик можно приготовить перебрали наш лучок и теперь залили его теплой водой обрезаем так вот макушку и нужно добавить немножко фитоспорина и все хорошенько перемешать хорошенько перемешиваем и пускай постоит минимум часа два конечно пусть что-то он постоял но лучше где-нибудь полдня хотя бы чтобы он прям начал прорастать но заметите прямо здесь вот эти макушки они пюрышки начнут такого выпячиваться поэтому все оставляем чтобы хорошо напиталась влагой и немножечко проросло и приступаем к посадке лука в этом году как и в прошлом будем садить лук на вот такие вот грядки получать у нас два возвышения как бы таких хребта и углубление которые очень удобно будет осуществлять полив какие-то подкормки также у нас лук будет находиться на возвышению вот этом соответственно если год будет сырой он у нас не будет так сильно намокать лишнее влага всегда будет уходить вот и в это углубление и в междурядии также еще расскажу об одном плюсе то что у нас лук когда будет завязывать ему эту головку он будет всегда будет освещен солнышком и соответственно у нас хорошо просохнет и будет лучше храниться в прошлом году у нас был засушливый год и эти грядки очень хорошо себя зарекомендовали если в этом году вдруг будет дождливый я думаю тоже должны продемонстрировать свои плюсы расскажу также об удобрении которые мы будем вносить в междурядии лука вот такое удобрение здесь у нас и азот и фосфор и калий его можно вносить как при перекопке почвы так и при посадке что мы сделаем и также можно осуществлять полив разводя его в жидкости то есть очень такое удобное удобрение ну как бы все микроэлементы здесь существуют полное комплексно делаем такое небольшое углубление соответственно засыпаем удобрение нашу тут он в таких гранулах и сверху соответственно немножечко так вот его присыпаем у нас будет сохраняться тот самый такая канавка это вот и сюда может осуществить полив как я уже говорил и носить такие вот удобрения различные и осуществляем посадку лука то здесь вот наш лучок сперва можно разложить например все луковицы в том порядке в котором вам это необходимо здесь так как у нас грядка по сути у нас отсутствует третий ряд можно немножечко загустить но это уже как вам если у вас много лука можете соответственно загустить если нет можно делать посадку пореже смотрите то есть какое привыкли садить так вы и садите раскладываем например на таком расстоянии и затем вдавливаем каждую луковицу то есть вдавили и сверху просто засыпаем ее все очень просто посадили вот уметь и все засыпали так немножечко разровняли то есть все нас лук посажен вот смотрите же заложили лук и сейчас как я уже показывал будем его вдавливать и засыпать все очень просто первое время можно даже его не поливать потому что у нас хорошо напитался влагой и можно даже не поливать уже если будет совсем сухо то польете вот такая вот посадка лука но всем тем кому видео было полезным подписывайтесь на канал заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч